Наша страна сейчас испытывает большие трудности из-за коронавируса, и не только наша страна, но и весь мир. Однако, благодаря Господу Богу, эта ситуация немножко регулируется, поэтому я благодарен Господу Богу. Знаете, особенно одно время в Корее очень многие люди заболевали этим болезнью, но сейчас их стало меньше, и если хорошо вести себя и тоже ходить в масках, я думаю, что через месяц эта ситуация урегулируется, за это я благодарен Богу. А также в нашей церкви, знаете, есть многие трудности из-за коронавируса, однако через программу Zoom мы можем общаться друг с другом намного больше, чем до этой болезни, и за это я очень благодарен Господу Богу. Знаете, тогда, когда мы веруем в Иисуса, когда мы, веруя в Иисуса, идем вперед, у каждого человека есть свой стандарт. Допустим, Мария и Марфа, они увидели, что их брат заболел. И как Мария и Марфа смотрели на эту ситуацию? Они думали, что если Иисус придет, тогда Он сможет исцелить нашего брата. У них была такая вера. Но, хотя Иисус пришел, но у них не было веры о том, что Иисус может воскресить мертвого брата. И наш стандарт, именно тот человек, который оставляет свой стандарт и верует в Иисуса Христа, тогда он сможет увидеть Диане Господа Бога. Но тогда, когда у нас есть свой стандарт, и если Иисус говорит то, что отличается от наших стандартов, тогда мы не можем принять то, что говорит Иисус. Потому что наши мысли, они препятствуют верить в Иисуса Христа. И они делают, чтобы я не мог веровать в Иисуса Христа. И подобных случаев очень много. Подобное может произойти с любым человеком. То же самое было и со мной. Было время, когда у меня были серьезные проблемы с желудком. Я молился перед Богом. «Господь Бог, у меня болит живот». В таком состоянии я не смогу провести все мероприятия, которые запланированы на лето. «Господь Бог, Ты, пожалуйста, помилуй, чтобы мой желудок выздоровел». Так я молился перед Богом. И тогда Господь Бог дал мне слово, Евангелие от Марка 11 главы 24 стих. «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Господь Бог сказал, что все, чего не будете просить. Но мы же не думаем, что это все. Мы думаем, только возможное для нас Бог даст. У нас есть те стандарты, которые отличаются от стандартов Божьих. И поэтому то, что мне кажется возможным, я прошу Бога. А то, что кажется невозможным, я не прошу Бога. Поэтому очень часто из-за этого мы не можем жить верою Марии и Марфа. Они думали, что Иисус может воскресить больного брата, а вот мертвого не может воскресить. Как это возможно? И тем стандартом, который отличается от Иисуса, был стандарт у Марии и Марфы. Знаете, Библия нам говорит вроде бы обычные вещи, но это касается не только Марии и Марфы, но и каждого из нас. Мы просим Иисуса то, что нам кажется возможным, а невозможное, мы не просим. У нас есть стандарт, который отличается от стандартов Божьих. И это и есть грех. Библия нам ясно говорит о том, что тот, который слышит нашу молитву, это не человек, а это Бог. Поэтому независимо от стандартов, он может помочь нам. Мы же не можем освободиться от своих стандартов, поэтому мы считаем, что возможно для нас Бог слышит, а невозможное Он не слышит. И так многие люди думают. В последнее время мы не можем собираться вместе с братьями и сестрами в одном месте, поэтому мы через программу Zoom общаемся через интернет до сих пор. Знаете, здесь есть в зале несколько братьев, но нас не так много. Однако, когда я думаю... Знаете, ведь не было же Вознесения наших братьев и сестер. Но мы хотим, чтобы поскорее эта ситуация, связанная с коронавирусом, разрешилась. Вы знаете, в Нью-Йорке, за что мы были очень благодарны, перенесли форум христианских лидеров в СЛФ. Мы хотим провести обязательно этот форум. И также меня приглашают в Латинскую Америку, в Перу приглашают на семинар. И в разные-разные страны приглашают меня. Я хочу передавать им Евангелие. И вместе с братьями и сестрами мы хотим собираться и свидетельствовать о Господе Боге. И я тоскую по этому времени. И в последнее время наши братья и сестры тоже раньше, когда они не ходили в церковь, они включали телевизор и говорили, вот, хорошо, что мы по интернету слушаем Слово. Однако же сейчас же братья и сестры, они хотят как можно скорее прийти в молитвенный дом, сидеть в зале, слушать Слово. И таких братья и сестры становится все больше и больше. Господь Бог такую милость дает нам. Знаете, в Нью-Йорке сейчас ситуация, связанная с коронавирусом, усиливается. И поэтому, говорят, число людей, которые болеют коронавирусом, становится все больше и больше. И поэтому почти никто не выходит на улицу. Самая серьезная проблема — это то, чтобы сдержать распространение этой болезни. И поэтому, чтобы сдержать это, все люди находятся в карантине. И поэтому в нашем молитвенном доме тоже, кроме тех братья и сестер, которые живут при церкви, никто не может зайти, никто не может выйти. И мы так регулируем ситуацию. И я желаю, чтобы не только в нашей церкви, но и по всей стране нашей, в городе Тегу, все были здоровы, чтобы мы могли вместе собираться и воспевать Господа Бога. Я желаю, чтобы такое время пришло, и мы молимся об этом. Но Библия, что говорит нам Библия? То, что не только возможное для человека. Это ведь Бог. И поэтому Он даже невозможное может совершать для нас. И об этом во многих местах Библии говорится. Например, Евангелие Диона, 8 глава. Знаете, эта женщина была взята в прелюбодеянии. И Моисей в законе заповедал таких побивать камнями. Какой бы она ни была умной, как бы она ни умела хорошо говорить, даже если она была бы красивой внешне, или даже если ее отец был бы начальником прокуратуры или начальником полиции, такую женщину невозможно было спасти. Не было такой способа. Ее судьба заключалась в том, чтобы ее побили камнями. Однако, ее вели, чтобы побить камнями. Но вдруг один человек предложил идеальную идею. Говорят, давайте эту женщину поведем к Иисусу. Давайте поведем ее к Иисусу. Ведь Иисус говорит, что любит грешников. Давайте посмотрим, как Иисус поступит. Если скажет побивать камнями, тогда мы скажем, как это ты говоришь, что любишь грешников? Если же скажут, что не надо побивать, тогда мы скажем, что он нарушает закон Моисеев. У нас будет хороший повод, чтобы обвинить его. И знаете, они с таким большим ожиданием пошли к Иисусу. И эта женщина предстала перед Иисусом. Но здесь мы можем научиться очень важным вещам. Даже Иисус, может быть, скажет побивать камнями. Но нет способа спасти эту женщину. Интересно, что же скажет Иисус? Она по особой благодати Иисуса. Да, ее привели к Иисусу. Ее должны были побить камнями, если бы она не пришла бы к Иисусу. Но когда она пришла к Иисусу, Иисус, ведь пришел спасти любым способом грешников, поэтому спасает и эту женщину. Это удивительно. Книжники-фарисеи говорят Иисусу. Учитель, эта женщина взятая в прелюбодеянии. Моисей заповедал таких побивать камнями. Ты что скажешь? А эти люди думали, что Иисус скажет, побивайте камнями или не побивайте. Однако, они думали, что Иисус попасал в ловушку, и поэтому обвиняют Иисуса, который скажет побивать, и наоборот, если скажет не побивайте, тогда мы скажем, что Он нарушает закон Моисеев. И они думали, что это будет интересная ситуация, когда смогут поймать Иисуса в ловушку. Им было интересно, как же все произойдет. И с такими ожиданиями пришли к Иисусу. Иисус ничего не говорил, Он писал перстом на земле. Затем Он встал и говорит, «Кто из вас без греха первый бросит на нее камень?» Это на самом деле удивительные слова. Потому что, если посмотреть Еремию 31 главу, написано, «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Юды Новый Завет». 32 стих. «Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывезти их из Египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь». Бог говорит, что «Когда я вел израильский народ и привел к горе Синай, дал обещание, что если будете исполнять, дам благословение, не будете исполнять, будьте прокляты». Они же это обещание не нарушили. И они нарушили этот закон, и они совершили грех. Потом, в 31 главе 33 стихе, есть такой интересный стих. «Но вот завет, который я заключаю с домом Израилевым, после тех дней, говорит Господь, прежний закон написали на скрижале камень, а Бог говорит «Вложу закон Мой во внутренности их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом». Это на самом деле очень важная вещь. Но чуть позже я об этом скажу. Теперь посмотрим 34 стих. Как там написано? «И уже не будут учить друг друга, брат брата и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прошу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более». Сегодня многие служители Кореи они читают Новый Ветхий Завет, читают книги, которые выпускает библейское общество и вроде бы читают Библию, однако они говорят, что они грешники. «По их словам, если мы являемся грешниками, наша миссия гуньёс точная иеретическая церковь, потому что мы говорим, что у нас нет греха». Но если же они говорят, что они грешники, Иисус Христос, что умер на кресте и не смог очистить наш грех, получается, значит, Иисус провалил свою миссию спасти нас от грехов наших. Некоторые люди говорят, «Нет, Иисус очистил наш грех, но мы все равно грешники». «Если Иисус очистил наш грех, как мы можем оставаться грешниками?» Они говорят, «Но мы же грешим». Другими словами, что этот грех он не смог очистить? Он ведь все очистил. Тогда почему мы остаемся грешниками?» Они говорят, «Но мы же грешим». Тогда без конца это будет повторяться. Когда мы читаем подобное слово, Сатана очень хитрым образом. Вы не представляете, насколько Сатана хитрый. Потому что он... Есть люди, которые ушли из церкви и осуждают церковь. И знаете, каждый из них говорит о том, что он прав. И они окружены этой мыслью. Они считают, что они правы, что они хорошо ведут духовную жизнь, но не видел ни одного человека, который действительно бы хорошо вёл духовную жизнь. Они обмануты Сатаной. Знаете, я... Люди так хорошо обманываются Сатаной, и вы даже не представляете, насколько Сатана хорошо обманывает. И Библия говорит, что искуплением во Христе Иисусе по благодати Божией получили оправдание даром. И это написано не в одном месте, а во многих местах написано об этом, что наш грех омыт. Но если... Тогда, когда Иисус умер на кресте, но мы остались грешниками, тогда получается, что мы провалил. Иисус Христос провалил свою миссию. Иисус, умирая на кресте, ни в коем случае Он не провалил свою миссию. Он самым чистым образом очистил наш грех. И так нам говорит Библия. Но Сатана же обманывает нас. И как будто хотя Бог очистил наш грех, но поскольку я грешил, поэтому я грешник. И поэтому Сатана делает, чтобы мы не могли сказать, что мы оправданы, что мы чистые. И мы не должны смотреть на наши ощущения, на наш взгляд. Если Бог говорит, что очистил наш грех, значит, Он очистил. Так мы должны веровать. Мы должны изучать Слово Господа Бога. И не надо туда добавлять свои мысли, потому что это создает проблему. Многие люди называют нас эритиками. Почему? Потому что мы говорим, что мы оправданы. Библия ведь говорит, что мы оправданы. Поэтому мы говорим, что мы оправданы. Они говорят, ну как это мы праведные? Мы же грешники. Но сегодня я хочу немножко о других вещах говорить. Женщина, взятая в прелюбодяне, она не имела никакого способа, чтобы выжить. ее должны были побить камнями. Если она не пришла бы к Иисусу, ее обязательно должны были побить камнями. Но книжники-фарисеи, они привели ее к Иисусу. Почему? Чтобы испытать Иисуса. Чтобы найти причину для того, чтобы обвинить Иисуса. Эта женщина, взятая в прелюбодяне. И что же скажет Иисус? Если скажет побить, тогда мы скажем, как ты можешь сказать, ты любишь грешников. Если скажешь, чтобы оставили в живых, тогда мы скажем, что вот ты же нарушаешь закон массивов. И это будет повод для того, чтобы обвинить Иисуса. И самое смешное, что люди пытаются, хотят положить ловушку Бога. Смешно. Но они сами не понимают, что они хотят сделать. Они хотят просто найти повод для того, чтобы обвинить Иисуса. Но независимо, что от тех хотят люди сделать, она спасена через Иисуса. И Господь Бог ведь точно знает сердце Божие. Знаете, много лет тому назад пророк Еремия, Бог сказал через пророка Еремию. И какое же слово Иисус вспомнил из книги Еремии? Кремлянам в 8 главе написано, «Итак, нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Иеремии 31 главе. Бог сказал, что тот закон, который я заключил с ними, когда взял их за руку и вывел из Египта, это закон, который был написан на скрижале «Десять заповедей». И Бог сказал, что «Если ты хорошо исполнишь закон, тогда я благословю. Если вы же исполнишь, тогда вы станете Моим народом, будьте народом священников. Однако, если же нарушите, вы будете прокляты». Так сказал Бог. Второй законе об этом очень ясно говорится. И сказал, «Если вы хорошо исполните, будете получать благословение и в доме, и на улице, и твои сосуды с хлебом будут благословены, и рабы, которые будут, и гости, которые у тебя в доме будут благословены». Очень ясно об этом говорится. И израильтяне сказали, «Да, хорошо, мы исполним». Но все они нарушили закон Божий. И затем Господь Бог должен быть дать проклятие. Однако, тогда ни один человек в этом мире не спасется. Поэтому пришел Иисус. И Еремий, 31 главе, 14 стихе написано, что вот наступают дни, говорит Господь, «Когда закручил с домом Израиля Новый Завет». Почему? Потому что Первый Завет они все нарушили. Ни один не смог исполнить. Поэтому, если по этому закону судить народ, тогда все должны погибнуть. Поэтому Господь Бог, для того, чтобы спасти нас, Он поставил Новый Завет. И этот Завет, это тот Завет, который может спасти нас. 32 стих говорит, «Не такой Завет, какой я заключил с домом, с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывезти из земли египетской». Да, тут они закон нарушили. Бог говорит, «И вложу этот закон мой во внутренности их и на сердцах их напишу его». Господь Бог пришел к нам. Дух Святой после этого начинает действовать в нас. В 62-м году я получил прощение грехов и потом читаю Библию. Знаете, что я почувствовал? Да, я просил до того момента, что Бог простил наш грех. Каждое утро я молился, что Бог простил мой грех, и я мучился. Однако, в тот день я понял, что, а, ведь Бог очистил мой грех. Затем я открыл Библию и начал читать Библию снова. И чем я больше читал? Я был удивлен. Удивлен в том, что, да, мы согрешили, поэтому мы точно грешники. Однако, во многих местах Библии говорится, что мой грех прощен. Знаете, точно Библия говорит, я открыл Библию, Кремленам 3 глава, 23 стих, точно говорит, что я грешник. Все согрешили и лишены славы Божией. Но 24 стих же говорит о том, что мы праведники, получая оправдание даром, поблагодаря его искуплением во Христе Иисусе. Да, 23 стих, 24 стих, они отличаются. 23 стих говорит о том, что да, мы согрешили, и поэтому мы должны были погибнуть. А 24 стих говорит, что кровь Иисуса Христа, что Его искуплением, мы спасены. Люди же, большинство людей они верят в 23 стих, но 24 стих не верят. Да, когда я смотрю в 23 стих, я точно грешник. Однако же, ведь 23 стих говорит, что мы оправданы, и если мы поверим, тогда мы сможем освободиться от греха. Да, я согрешил, это точно. Но почему же Бог сказал, что Он оправдал меня? Искуплением во Христе Иисусе. Поэтому Он говорит, что Он оправдал нас. Тогда я точно праведник. Ага, Библия говорит нам в Кремлевом 3 главе 24 стихе, что мы оправданы, значит, я оправдан. Тогда почему же я считал, что я грешник? А, так мои мысли неправильны. Вот что я понял. Я точно был грешником, потому что Иисус Христос умер на грехе, поэтому я точно стал праведным. Я же считал, что я грешник. Почему я же стал грешником? Мои мысли были неправедными. Я же смотрел своим взглядом. Если Бог говорит, что Он оправдал нас, значит, Он оправдал нас. И затем, после этого, Бог сказал, что Он оправдал нас, значит, Он оправдал меня. Но я имел мысли, которые отличаются от Слова Божьего. Тогда, если я буду следовать за своими мыслями, тогда я потерплю крах. Это будет неправильно. Нельзя жить с моими неправильными мыслями. Точно я грешник. Однако, Иисус умер на кресте, я очистил мой грех. Если Он очистил мой грех, значит, я должен стать праведным. Да, я знаю, что я грешник, и в то же время я знаю, что Иисус умер на кресте. Тогда, если я продолжаю называть себя грешником, тогда для чего Иисус умер на кресте? Просто так? Вот так я начал понимать, что мои мысли были совсем неверными. Знаете, Иисус Христос умер на кресте, тогда у нас не должно быть греха. Почему же мы, зная об этом, мы говорили, что мы грешники? А, я понял, что мои мысли, они испорченные мысли. Я понял, что я потерпел крах. Сатана больше всего любит тогда, когда мы верим своим мыслям. Тогда я понял, что не только те мысли, которые говорят, что я грешник, неправильный. Ведь Иисус очистил мой грех, но я называл себя грешником. Почему же я не знал, что это неправильно? А, потому что мои мысли были испорченными. Я, если имею здравую мысль, тогда я был грешником, но я должен стать правильным, потому что Иисус очистил мой грех. Однако, зная, что Иисус очистил мой грех, то, что я называл себя грешником, я понял это, потому что мои мысли были испорченными. Вот, что я ясно понял. И с того момента я понял, что мне нельзя верить в свои мысли. И, читая Библию, все, что я знал до этого момента, я понял, что то слово, которое я знал, та Библия, которую я знал, оно отличается от Библии, которая написана в Новом и Ветхом Завете. Я, имея Библию, читая Библию даже, я по-своему так таковал Библию, а не так, как оно написано. Принимал слово в другом направлении, не так, как написано в Писании. Поэтому, мои мысли настолько испорченные. Я жил с неправильными мыслями. Однако, считал, что я прав, считал, что мои мысли правильные, я считал, что я умный, я думал, что я молодец. Как? Тогда, когда Иисус умер на кресте из-за меня, я могу сказать, что я грешник. Это неправильно. И не просто неправильно, это ужасно. Мой грех ведь омыт. Но я не просто считал, что я чуть-чуть согрешил. А нет, вообще все мои мысли были неправильными. И знаете, что с того момента я начал делать? Я начал открывать каждое слово в Писании. проверять, так ли я правильно знаю слово или же я неправильно знаю. Сегодня многие люди вроде бы знают Библию, но они говорят, что они правы. однако на самом деле то слово, которое говорит Господь Бог нам, и мы имеем совсем неправильные мысли. И имея эти неправильные мысли, многие люди живут следуя за своими мыслями. И поэтому с того момента я, читая Библию, я оставил все мои знания, которые были у меня, и я начал принимать слово так, как оно есть. И это стало для меня большим благословением. Знаете, многие люди говорят, что они грешники. Но поскольку Библия, она была ясной, Бог тоже сказал в Писании о том, что Он оправдал нас, о том, что Он сделал нас всегда совершенными, поскольку есть такое слово, я мог смело сказать, что я праведник. И что самое интересное, женщина всякая пролебодяна, она согрешила, и ее должны были побить камнями. даже если она красива внешне, даже она умная, даже если ее дядя, начальник прокуратуры, или брат родной, даже если он министр, все равно не было способа спасти ее. но Иисус имел путь, который может спасти ее, женщину, взятую в пролебодьянии. и этот Иисус, он такого грязного грешника, как я, имеет достаточно силы, чтобы очистить мой грех белее снега, и также ваш грех он может вполне очистить. Иисус писал на земле перстом своим. Почему? Женщина, взятая в пролебодьянии, ее поймали на месте пролебодьяния, и законе Моисея заповедало, чтобы побили таких камнями. Но новый завет должен быть, который может спасти ее. Что такое новый завет? Я прошу беззакония их и грехов их, и уже не воспомяну более. Так говорит Господь. Иеремия 31 глава 34 стих. Вот завет, который я заключаю после тех дней, говорит Господь, и будут знать от малого до большого. И что это за закон? Я прошу беззакония их, и грехов их уже не воспомяну более. Вот в чем заключается новый завет. Первый завет говорит о том, что если ты исполнишь, ты получишь благословение, наружишь, ты получишь проклятие. А второй завет говорит, что он простит наше беззаконие. Кто простит? Господь простит. И не воспоминут более их. Наш Бог, он, если первый завет говорит о том, что если ты нарушишь, получишь проклятие, исполнишь, получишь благословение. А второй завет, это завет, который может спасти даже грешника. Первый завет дает благословение только тем, которые не согрешили. Мы уже согрешили, и поэтому по первому закону мы должны получить уже проклятие. Господь же, Он тех людей, которые согрешили, дает закон, который может оправдать таких людей. И что это за закон такой? Закон, в котором Господь прощает наши грехи, в котором Господь не воспоминал грехи наши. Другими словами, ответственность за прощение грехов находится уже на Господе. И таким образом, в зависимости от веры или неверы, мы можем спастись. По этому обещанию Господь Бог посылает Иисуса Христа, который был распят на кресте и навсегда очистил наш грех. До того, как Иисус был распят на кресте, Он, для того, чтобы спасти женщину, взятую прелюбодяне, по закону Моисея, если судить ее, ее должны попить камнями. Но Господь Бог, для того, чтобы поставить Новый Завет, Он пишет перстом на земле. Первый Завет был записан на скрижале каменной и положили в ковчег. И когда приходит соблазн, этот Завет не может спасти нас. И поэтому мы можем только согрешить. Однако Второй же Завет Бог записал их на сердце наших. и тогда нам тяжело когда приходит соблазн. Слово Господа Бога пребывает в нашем сердце. И кровь Иисуса Христа очистила нас. И этот закон написан в сердцах наших. Поэтому Бог говорит, «Я прошу беззакония их и грехов их уже не воспоминал более». Дорогие братья и сестры, эта женщина взятая прелюбодеяние. Да, она совершила прелюбодеяние. И никакой способ не может спасти ее. Однако Новым Заветом Господь Бог мог спасти ее. И говорит, «Я прошу беззакония их и грехов их уже не воспоминал более». И этот Завет спасает ее. как женщина взятая прелюбодеяние. Так же и мы через этот Завет можем быть спасены. А так же в Писании, как говорит нам, да, какое-то дело Бог решит, а какое-то нет. Но Иисус не сможет спасти женщину взятую прелюбодеяние. Так думали эти книжники фарисеи. И они думали, что ее нужно будет попить камнями. Они считали, что Иисус такой же, как они. Да, если смотреть на плоть, Он такой же был человек, как мы. Он был всего лишь как один из многих людей. Однако же Он может не только освободить нас от греха, Он может спасти каждого из нас. Иисус писал перстом на земле. Потом сказал, кто из вас без греха, первый бросил на нее камень. И потом второй раз наклонился и начал писать. Господь Бог два раза рассказывается в Библии, когда Бог пишет пальцем. Первый это когда Бог писал закон Моисеев, а второй это Иисус писал. И первый закон был разбит, и поэтому второй раз Бог написал. То же самое Иисус Христос писал дважды. Сначала писал, потом сказал, кто из вас без греха, первый бросил на камень, а потом снова наклонился и начал писать. И так Он поставил два новых завета. Один завет это завет Моисеев, а второй это закон духа и жизни. Женщина взятая в полюбодьянии, если ее судить по закону Моисеев, и она должна быть проклята, она должна быть побита камнями. Однако, когда ее судили новым заветом, Бог что говорит? Я прошу беззакония их и греховь их уже не воспоминал более. Так говорит нам Библия. Что же говорит нам Библия? Что если смотреть стандартами человека на Библию, мы имеем ограничения. Поэтому есть то, что для нас кажется возможным, а есть то, что кажется невозможным. Например, когда мы покупаем дом, мы же думаем, да, этими средствами, которые у нас есть, сможем купить этот дом или нет. обычно люди, когда покупают дом, они говорят, знаете, берут в аренду, в аренду снимают, для этого также иногда берут кредит, деньги и дают большую сумму хозяину сразу. и тот человек, который хочет купить дом, он очень сильно трудится. Например, если квартира стоит где-то миллион долларов, то они снимают на долгосрочную аренду на 600 тысяч долларов, потом собирают еще деньги, чтобы купить новую квартиру, поэтому экономят деньги и потом таким образом покупают квартиру. Конечно, если покупать не в Сеуле, а в регионе, тогда можно купить за эту же сумму намного лучшую квартиру. Но получать зарплату и купить квартиру непросто. Но все хотят в Сеуле купить. Нет человек, который бы легко купил себе квартиру. Да, многие люди собирают деньги несколько лет, потом берут деньги в кредит, ипотеку и покупают. Один из моих друзей, знаете, детство он жил в Сеуле и продавал одежду. Он уже был в возрасте и купил квартиру себе. На тот момент его супруга была в болезни. И когда покупали квартиру, он говорит, что его жена была очень рада. И хотя она находилась в болезни, но она все равно до 12 часов ночи распаковывала вещи. На следующий день я увезли в больницу, а через месяц она умерла. Мой друг говорит, пастор Ухсупак, ты же пастор, приходи ко мне в гости. Я сказал, конечно, пойдем, и я пошел к нему. От станции метро до его дома, пока мы ехали. А впервые в машине он сказал, друг, знаешь, моя супруга несколько лет назад умерла. Я сказал, вот как. И он рассказал свою прошедшую жизнь. Он говорит, друг, ты же мой друг. Можешь, пожалуйста, помолиться, чтобы было благословение в нашем доме. Он искренне просил меня, чтобы я помолился. Я сказал, хорошо, конечно. Я спросил, ты не женился повторно? Он сказал, нет. Я спросил, почему? Говорит, не просто. Один друг познакомил меня с одной женщиной, мы встретились, и я думал, что может женить сына. Но она говорит, тогда оформите эту квартиру на мое имя. И он спросил, зачем? Тогда она сказала, вот если вы умрете, тогда ваш сын может просто выгнать меня, поэтому мне нужно тоже что-то получить. Тогда друг сказал, если у меня было бы две квартиры, я бы одну вам бы дал, но сейчас у меня только одна квартира, если я вам ее дам, тогда если вы раньше меня умрете, тогда где я буду жить? Тогда сказать, давай тогда не будем жениться. Хорошо, не будем. И так они не смогли пожениться. Он встретился со второй женщиной, она тоже самая потребовала от него квартиру. И тогда он решил, что не буду жениться. Сказал, все, до свидания. Поэтому он живет один. В тот вечер мы собрались с друзьями, где-то у нас было три или четыре человека. Он говорит, дорогой друг, давай я помолюсь за тебя. Ну, чтобы Бог хорошо ответил на эту молитву, нужно знать основные вещи. И до позднего вечера я передавал Евангелие. И затем я помолился, чтобы Бог благословил их семью. Вы знаете, это Евангелие удивительное. Потому что у таких слабых и немощных людей, как мы, у нас есть слабости. но через Евангелие мы соединяемся с Господом Богом. И неважно, какие мы грязные грешники, неважно, какие мы злые люди. Да. Не потому, что я жил доброй жизнью. у меня ничего хорошего нет. Другими словами, я такой, как женщина, взятая при любодяне. Даже такие люди через закон духа и жизни мы можем сказать, что мы праведные. Но многие люди хотят читать Библию. Они говорят, что они грешники. Почему? Потому что они согрешили. И поэтому их мучает совесть. Грех давить на их сердце. Они не читают внимательно Библию, просто говорят, что они грешники. Но когда мы читаем Библию, женщина, взятая при болезнях, ее должны были побить камнями. Но когда она пришла к Иисусу, то неважно в какое бы мы положение в моей ситуации ни находились, неважно, потому что спасает нас Иисус. Неважно, какой злой я сделал, неважно, какой грех я совершил, неважно, какой я грязный. Это не проблема для Иисуса. И за это я был очень благодарен. Знаете, свидетельствую истинной Евангелии Господа Бога о том, что Бог очистил не только прошедший наш грех, но что Он совершенным образом навсегда очистил наш грех. И эту истину я обнаружил через Библию. Я все равно ведь грешил, я много сделал плохого. Да, есть такие мысли. Мне кажется, что у меня есть много греха, мне кажется, что у меня есть много зла, потому что я обманывал, я плохой человек. Да, это правда, но крест же говорит отчистил Библии снега, что мы святы, что мы совершенные. И эту истинную я обнаружил в Слове Господа Бога, и сейчас я верю в эту истину. Кто бы не смотрел, эта женщина, взятая в прелюбодение, должна была быть побита камнями, но она смогла выжить благодаря тому, что встретилась с Иисусом. Господь Бог специально написал эту историю в Библии. эта женщина, которая была взятой в прелюбодение, она должна была погибнуть, но тогда, когда она встретилась с Иисусом, она смогла освободиться от греха, и Господь Бог эту историю хочет показать нам. Для этого Он написал эту историю в Библии. Женщина, взятая в прелюбодение, тоже она была отпущена. Иисусом говорит, Иисус, я не осуждаю тебя. Что это значит? Она согрешила, но Иисус не осуждает ее. Если нет греха, тогда нет причины осуждать ее. И это есть спасение Иисуса Христа, сила Его спасения. Иисус Христос на земле Он писал Новый Завет и говорит, я прошу беззакония их и грехов их уже не воспоминал более. Грех очищаем не мы. Знаете, какую мы благодать Божию получили? Неважно, какой бы грех мы не совершили, все равно мы грешим в рамках того, что человек может сделать. Мы не можем совершить грех, который не может совершить человек. Какое бы зло мы не сделали, все равно это зло, которое может сделать человек. поскольку мы так грешим, Иисус Христос и этот грех может очистить. Никто из нас не может совершить грех, который невозможно человеку, потому что мы люди. Человек грешит только грех, который может сделать человек. человек. А Бог очистил совершенным образом через Иисуса тот грех, который сможет совершить человек. Женщина, взятая при любодьяне, она думала, что я сегодня погибну. Меня взяли во время при любодьяне, я могу только погибнуть. Да, она так думала, но неважно, какой грех она совершила, когда она приходит к Иисусу, меняется. Сегодня мы должны менять наше сердце. И это серьезная проблема или это серьезное дело, поэтому мы не можем решить своими делами. И подобные дела окружают нас. но это не так. Неважно, какой грех мы совершили, нет греха, который бы Иисус не смог бы очистить. Неважно, какое зло мы бы не совершили, нет зла, которое бы Иисус Христос не смог бы решить. Какой бы проблемой мы не оказались, нет проблемы, которые бы Иисус не смог бы решить. Таких людей просто нет. Иисус Он спас женщину, взятую при водянии, и отпустил домой. И также всех нас, всем нам. Бог говорит, что нет больше осуждения, совершенное спасение, оправдание совершенное. Он всем нам дал это. И пока мы живем, маленькие и большие трудности, с которыми мы сталкиваемся, неважно, с чем вы столкнетесь в вашей жизни. Для нас это кажется большое или маленькое. Для нас кажется это возможно или невозможно. Однако перед Иисусом нет ничего, что невозможно. И нет проблемы, которые невозможно было бы разрешить. Мы часто обманываемся сатаной. И хотя Иисус Христос очистил наш грех, но мы обманываемся, дьяволом, мыслями нашими. И хотя Он очистил наш грех белеснега, но мы говорим, чтобы Бог простил наш грех снова. Хотя Иисус Христос совершенным образом очистил, и Он уже может все сделать для нас. Мы же думаем, что а вот это невозможно. И мы живем с мыслями, которые не соответствуют слову Господа Бога, обманутся в своих мыслях. И мы находимся в своих мыслях. И таких братьев и сестер очень много. Сегодня утром я желаю, чтобы вы поменяли ваше сердце. Неважно, какая проблема стоит перед вами. Господь Бог может решить эту ситуацию. Тогда, когда у меня были проблемы с желудком, мне казалось, что это невозможно решить. Когда у меня были проблемы с сердцем, даже больницы сказали, что не смогут помочь мне. Но то врачу, может, невозможно. Но это не значит, что Иисусу невозможно. Иисус говорит, да, можно. Поэтому, когда у меня сердце болело, знаете, я не расстраивался, не отчаивался. Когда я был в Перу-Риме, после семинара я себя чувствовал очень плохо. Я передавал слово, потом все остальное время я лежал в постели. Это было в 99-м году. Уже прошло больше 20 лет. До сих пор я благодарен Богу за то, что я могу так в здоровье работать перед Богом. Сатана будет давать нам разные-разные мысли и проблемы. Но давайте не будем бояться. Да, нет греха, который бы Иисус Христос не смог бы очистить. Нет проблем, которая была бы не под силу для Иисуса. Если мы обмануться сатаной, если мы думаем, что невозможно решить эту мысль, давайте прогуним из нашего сердца. Мария и Марфа, они так поступили. Они думали, что Иисус Христос сможет вылечить больного брата, но не сможет воскресить мертвого Лазаря. Но Иисус же был не таким. Наш Господь, Он не имеет преграды. Нет ничего, что было бы не под властью. Нет невозможного для Бога. И поэтому давайте попробуем перенестись за наши рамки в силу Господа Бога. Если у нас будет вера в Господа Бога, то, хотя может быть нам кажется невозможно, однако, если мы преодолеем наши рамки, если у нас будет вера в Иисуса Христа, тогда неважно, какая проблема стоит перед нами, мы сможем выжить. Женщина, взятая прелюбодяне, она думала, что никто не сможет ее спасти, и ничто не сможет спасти. Однако благодать Иисуса Христа спасла ее. И нам неизвестно, до скольких лет она смогла прожить. Может, до пятидесяти, до шестидесяти, до семидесяти, до восьмидесяти, или может, до ста двадцать двух, может, нигде не написано, правда, до скольки она прожила. Однако же, Иисус не осуждал ее. Знаете, когда я хотел в церковь, да, хотя она прелюбодействовала, но Иисус не осуждает ее, а меня. Да, я много воровал, и меня сильно мучила совесть моя. Ну, я читаю это слово о женщине, взятой прелюбодяне. Бог, который не воспоминет грех даже этой женщине, взятой прелюбодяне, не вспоминет и мой грех, и обман мой не воспоминет. Такая вера появилась у меня. И тогда мое сердце могло освободиться. Евангелие от Иоанна восьмой главе. Женщина, взятая прелюбодяне, кто бы ни смотрел на нее, она должна была погибнуть. Она должна была умереть. Но, казалось бы, что невозможно ей спастись. Но Иисус же спас ее. Иисус говорит, кто из вас без греха первый бросил на нее камень? И тогда все камни, которые были направлены в ее сторону, ни один камень не полетел в нее. Все упали на землю. И те люди, которые держали камень, ушли. Иисус спрашивает у нее, где твои обвинители? Никто не осудил тебя? Она говорит, да, никто не осудил. Иисус с этим говорит, и я не осуждаю тебя. Иисус Христос, как не осуждал женщину, взятой прелюбодяне, так же и весь мой грех, Иисус Христос говорит, не осуждает меня. Не только не осуждает, но Он говорит, не воспомянут твои грехи. Сила Иисуса Христа настолько была удивительной. Эта женщина взятая прелюбодяне. Эта история была написана для нас. Дорогие братья и сестры, вы страдаете сегодня из-за ваших грехов. Не надо страдать за ваши грехи, потому что ваш грех был покончен на кресте. Не греха, который вы должны решать. Это уже дело Господа Бога. Если мы должны были решить грех, сейчас же, по второму закону же, теперь Бог должен очистить. Бог сказал, я прошу беззаконных и грехов, их уже не воспоминал более. Он дал нам свою святость, и мы принимаем эту святость. И я за это очень благодарен Господу Богу, что не могу описать словами. Знаете, это Евангелие. Теперь мы должны передавать по всему миру. Знаете, что и служители служат по всему миру. И через программу Zoom мы общаемся с ними. Коронавирус. Да, если бы мы так хорошо распространяли Евангелие, как распространится коронавирус, я думаю, за некоторые сколько лет это Евангелие бы покрыло бы весь мир. Мы, конечно, хуже распространяем Евангелие, чем коронавирус распространяется. Однако мы передаем не болезнь, а Евангелие. Спасение продаем. Благодать Господа мы распространяем. Я желаю, чтобы мы победили ситуацию, связанную с коронавирусом, чтобы произошло драгоценное деяние Евангелия по всему миру. Вчера я общался по телефону с миссионером, который живет в Нью-Йорке, и он говорит, что очень хорошо поживает. Хор, граждане и многие люди находятся при церкви сейчас. По благодати Господа Бога, готовясь к форуму христианских лидеров в СЛФ, они купили продукты, и теперь, они говорят, полгода могут жить без покупки продуктов. Я был так благодарен Господу. Мы подготовили эту еду для того, чтобы провести форум христианских лидеров, а это позволяет, чтобы хор мог полгода жить, питаться. То есть, Бог заранее уже все приготовил. Это было удивительно. Я об этом даже подумать не мог. Моя супруга говорит, то нужно сделать, то нужно сделать, чтобы провести форум христианских лидеров. Я сказал, хорошо, проводите, готовьтесь. И знаете, мы сами не ожидали. И сейчас братья и сестры так хорошо поживают там. И сейчас в Нью-Йорке очень сильно распространяется коронавирус. Но наша церковь тоже находится в Нью-Йорке. Но говорят, в том районе, где наша церковь, там спокойно. За это я благодарен Господу Богу ежедневно они проводят очень хорошее время перед Богом. И также в некоторых регионах, в некоторых городах через программу Zoom передают Евангелие. И говорят, очень многие люди слушают наши Евангелие и меняются. И как можно скорее хочется, чтобы эта ситуация, связанная с коронавирусом, разрешилась, чтобы мы могли быстрее передавать Евангелие по всему миру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова